Да, как будто она сейчас полетит и прилетит к каждому, к каждому прилетит космический подарок. Волонтеры, театралы и математики. Более 200 воспитанников обучаются в социально-педагогическом центре в поселке Сокол. Возраст воспитанников от 4 до 18 лет. Есть и студенты, которые занимаются КВН. В учреждении представлены 10 объединений разной направленности. Сотрудники и ученики организации проводят много акций. Из-за ограничительных мер некоторые проводили в онлайн-формате. Очень хорошо популярны у нас проходят семейные мастер-классы и в онлайн-режиме, и в оффлайн-режиме. Все с удовольствием родители с детьми посещают. Часто проводим социальные акции. Например, одна из последних – это отношение молодежи к наркотикам. Сами подростки клуба «Мост» и объединения «Мост» готовили брошюры и буклеты. Сами разрабатывали дизайн. Еще одно популярное объединение в социальном центре – кукольный театр. Ребята от 7 до 12 лет вместе со своим педагогом ставят спектакли по разным сказкам. Дети не только играют, но и помогают в подготовке инвентаря. Сейчас юные актеры готовятся к новой постановке. Сейчас мы готовимся плотно к кукольному спектаклю «Три медведя» и «Три поросенка». Воспитанников центра учат быстро считать в объединении «Ментальная арифметика». По словам специалистов, такие занятия не только помогают быстрее складывать и умножать, но и тренируют зрительную память, мышление и внимание. В объединении две группы. У нас две группы. Это старшая группа, это ребята 11-12 лет. У нас Андрюша один 7-летний, но он очень старается. И младшая группа есть в возрасте от 5 лет. Для малышей 5-6 лет проводят занятия по развитию мелкой моторики и коммуникативных навыков с помощью песка. Также у них развивается воображение. Педагоги рассказывают, что нужно научить ребят работать в команде. «Чтобы они умели работать сообществом, в команде, вместе. И также развиваем фантазию, воображение. Потребляем работать с песком». Для подростков есть отделение «Мост. Молодёжь, общество, социум, труд». Это допрофессиональная подготовка школьников в области «Человек-человек». Большое внимание здесь уделяют волонтёрству. На базе объединения работает добровольческий отряд «Творцы добра». «Мы входим в состав городского волонтёрского корпуса «Волонтёры Магадана». Мы постоянно помогаем, оказываем помощь жителям нашего микрорайона и детям, и взрослым, и пожилым людям». Дети развивают аналитическое мышление, навыки коммуникации, актёрского мастерства и многое другое. Воспитанники рассказывают, что им нравится заниматься в социально-педагогическом центре, поскольку там можно развить свои таланты и способности. «Мне особенно нравится, когда мы развиваем оба полушария, рисуем одинаковые или разные всякие узоры двумя сразу руками. Это очень развивает левое полушарие и правое». «Мы волонтёры, мы все вместе помогаем людям, мы разносим всякие продукты пожилым. Маленькие дети в наших творческих объединениях делают открытки пожилым, инвалидам. Мы их тоже так же разносим, сажаем цветы». «Мы занимаемся ментальным счётом, который помогает быстрее в уме считать цифры, которые трудно сложить в уме. То есть это помогает мне быстрее считать. Мы проводили акции «Откажись от сигарет». Мы обменивали сигареты на конфетки. Также мы проводили акцию против ВИЧа, СПИДа. Мы раздавали красные ленточки. Также мы раздавали смайлики с эмоциями. Но это мы делали летом на площадке». 1 апреля стартовала городская акция «Марафон добрых дел», участие в которой принимает и социально-педагогический центр. Сотрудники и воспитанники собирают корм и медикаменты для животных из приюта. Кроме того, в учреждении работает так называемый вещевой фонд. Магаданцы приносят в центр детскую одежду, и любой нуждающийся может её забрать. Сейчас активно идёт подготовка к лету. На базе учреждения ежегодно проводят детский лагерь. В первой смене будет 55 человек, во второй – 40.